Брусничка Дети узнали, что башкирский язык относится к группе тюркских языков, тех, которые зародились в Центральной Азии. Из них в русский язык пришло множество привычных для нас слов – колпак, башмак, карандаш. Поскольку скоро Новый год, к ребятам в гости пришел Дед Мороз. В Башкортостане его называют «Кышбабай», что означает «зимний дед». Дед Мороз, а почему ты так рано пришел? Как рано? Разве сегодня не праздник у вас? Да, праздник. Ребята, сегодня у нас праздник? Да. Все вместе провели игру юрта. Нужно под музыку ходить вокруг стульев, а когда она оборвется – подбежать к ним и поднять над стульями платок. Кто быстрее всех построит юрту, тот и победил. Я думаю, что детям было интересно, видите, они даже спрашивали вопросы, задавали, как будет, спасибо, на башкирском языке. Они даже спросили перевод, как будет день башкирского языка, как переводится на башкирский язык. Заинтересовали детей, да, потому что им было очень интересно, видите, они с азартом играли, раскрашивали эти орнаменты. Но мне сам этот праздник очень понравился. Я думаю, дети тоже были в восторге. В «Брусничке» реализуется проект «Наш многонациональный губкинский». Его цель – расширить кругозор юных воспитанников и познакомить их с культурой народов, живущих в нашем городе. Это такой будет масштабный проект, где будут участвовать дети, родители, педагоги. Но это важно в рамках реализации стандартов для нас, да, то есть, чтобы мы всё-таки смотрели в одну сторону и взаимопонимание между нами было. Поэтому вот сегодня это такая точка отсчёта. Я думаю, что она очень успешно пошла, потому что детям очень понравилось и нам тоже. Поддержку народной культуре оказывают не только в сфере дошкольного, но и дополнительного образования. Так, в Губкинской детской школе искусств номер два будет открыт музей татаро-башкирской культуры. Идея эта родилась после того, как у нас в городе первый Сабантуй прошёл в мае месяце. Мы от школы представили нашу юрту, белая юрта, у нас было очень много поделок. Вдохновение пришло от того, что когда мы стали собирать эти реквизиты, экспозиции, у нас не было каких-то вот именно народных. И поэтому мы решили, что раз у нас есть музей русские узоры, то благополучно может и вписаться музей татаро-башкирской культуры. Ожидается, что на базе музея будут проводиться тематические мероприятия, посвящённые в том числе родному языку. Я хочу рассказать стихотворение башкирского народного поэта Рами Гарипова «Родной язык». Открытие музея запланировано в январе наступающего года. Валерий Усманов, Сергей Парфимович, Новости Губкинского.